Иногда я пытаюсь установить с вами связь на уровне моего глубокого естества, но я не слышу вашего ответа и чувствую, что я один. Я регулярно выполняю практики. Скажите, как мне стать более восприимчивым и обрести связь с вами? Не пытайтесь связаться на глубинном уровне. Забудьте о глубоком естестве. Не пытайтесь установить связь, потому что всё это приведёт лишь к галлюцинациям. Тогда вы начнете услышать, как Садгуру говорит с вами, и всё такое. Не стоит. Что же мне тогда делать? Что мне сделать, чтобы стать восприимчивым? Что может заблокировать восприимчивость? Просто, если укрыть что-то очень многими слоями, оно не сможет ничего чувствовать, не так ли? Сейчас вы накопили слишком много всего. Слишком много. Вы накопили слишком много того, что вы называете собой. Начиная с физического тела. Несмотря на то, что физическое тело может расширяться, у него всё-таки есть определённые ограничения. Невозможно выйти за... Можно продолжать накапливать лишь до какого-то предела. Если вы накопите слишком много, время отдавать придёт очень быстро. Да? У физического тела хотя бы есть ограничения. Но в уме можно создавать огромное накопление. Когда вы несёте на себе такую гору, вы не сможете почувствовать ничего. Особенно, если будете верить, что гора, которую вы несёте, — это и есть вы. Чем меньше вы на себя несёте, тем более восприимчивыми вы становитесь. Чем больше, тем менее вы восприимчивы. Или другими словами, говоря прямо, вы слишком много о себе думаете. Уменьшив это, разве вы не начнёте чувствовать? Конечно, начнёте. И что я почувствую? Услышал ли я ваш голос? Пожалуйста, не стоит. Если вы хотите услышать мой голос, включите диск или что-нибудь ещё. Если вы слышите голоса, вам нужно лечиться. Голоса здесь ни при чём. То, что было передано вам в процессе инициации, это живой процесс. Если вы не слишком много о себе думаете, если вы просто будете сидеть здесь, он всегда будет ревербрировать внутри вас. Всегда. Когда внутри вас появляется живая энергия, всё, что вам нужно сделать, расчистит для неё пространство. Если вы освободите для неё место, вы не сможете её упустить. Если вы хотите, чтобы к вам проникал солнечный свет, вам не нужно прилагать огромное усилие. Нужно лишь открыть окно, не так ли? Просто посмотрите на себя. Возможно, вы очень умны, или, может, очень сильны, или очень привлекательны, или что-то ещё. Пожалуйста, сократите это. И вы увидите. Вы начнёте чувствовать. Да? Или вы очень хороший человек. Пожалуйста, сократите это. Хорошие люди ничего не чувствуют. Они становятся похожими на баранов, думающих «я хороший, я хороший». За счёт чего? Он плохой, она плохая, он плохой, он плохой, она плохая. По сравнению со всеми этими людьми, я такой хороший человек. Вы слишком много о себе думаете. Люди, считающие себя хорошими, слишком много о себе думают. Разве не так? Сократите это. Просто осознайте своё место во Вселенной. Вы всего лишь полинка. Если завтра утром, бум, и вас не станет, я не имею в виду взрыв-бомбы, простите. Предположим, вы исчезнете завтра утром. Всё в мире будет идти своим чередом, всё будет прекрасно. Вы знали, что... Возьмём бриллианты. Вы знали, что ультрафиолетовые лучи... Ультрафиолетовые лучи могут превратить бриллиант в пар. Вы знали об этом? Бриллианты — это навсегда. Вы, наверное, слышали такую фразу. Бриллианты не вечные. Стоит лишь лучам света попасть на него, и он начнёт испаряться. Проверьте. Они всё ещё на месте? Или исчезли? Всего лишь ультрафиолетовое излучение определённой интенсивности, и бриллиант испаряется. Вот и всё. Не имеет большого значения, кто вы. С нужным уровнем осознанности вы можете просто испариться. Для этого не требуется огромное усилие. Не нужно прилагать огромное усилие. Вам приходится прилагать большие усилия, потому что вы пользуетесь ломом. Если пытаться развить бриллиант молотком, потребуется много усилий. Свет. Просто ультрафиолетовое излучение превращает его в пар. Бриллиант просто растворяется. Так что это очень просто. Нужно только привнести осознанность. Сделайте вот что. Когда вы просыпаетесь утром, что вы делаете первым делом? Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете с утра первым делом? Так, телефон. Что там? Сообщение. Сделайте вот что. Когда проснетесь утром, улыбнитесь. Кому? Никому? Улыбаются не кому-то. Мы улыбаемся, когда мы чувствуем себя определенным образом. Не так ли? Да или нет? Если только вы не специалист по связям с общественностью. Тогда вы умеете. Иначе вы улыбаетесь, когда что-то происходит внутри вас, а не потому, что вы увидели кого-то перед собой. Поэтому утром первым делом улыбнитесь. На это уйдет всего 20 секунд. Хорошо? Если вы не можете улыбнуться кому-то рядом, просто улыбнитесь. Приятное начало дня, не так ли? Если один раз в день для вас недостаточно, если вы тяжелый случай, тогда каждый час... О, сейчас 11 часов. Сейчас 11 часов. 21 июля 2011 года. 11 часов. Сколько раз это уже происходило? Сколько раз это происходило? Никогда ранее. Сколько раз это еще произойдет в будущем? Никогда больше. Этот момент феноменален, не правда ли? 11 часов. 11 часов. Разве это пустяк? Самая значимая вещь во Вселенной вы принимаете как должное. Понимаете? То, что сейчас 11 часов. Разве это пустяк? Фантастика. Такое бывает всего лишь однажды. Лишь однажды за все время. Разве это не фантастика? О, 11 часов. Краткий курс. Просто вспоминайте об этом каждый час. И через две недели вы увидите, какими вы станете. Можете найти 20 секунд для краткого курса восприимчивости. Да или нет? Просто сделайте это. И вы обретете восприимчивость. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok